Космические вопросы Сегодняшний гость является моей родственной душой И сегодня у нас в гостях профессор доктор Брайан Кокс Прямиком из Великобритании Добро пожаловать в Старток, Брайан, это же не первая наша встреча Конечно нет, мы знакомы порядка 10 лет Да, я помню, как я был гостем на твоем шоу Пару раз, когда я был в Великобритании, я выступал вживую со зрителями и прочими вещами И это было здорово Позволь мне представить тебя нашим зрителям Ты являешься профессором субъядерной физики в Университете Манчестера И это достаточно узкая область, потому что ты не просто профессор физики Ты специализируешься на физике элементарных частиц Все верно, мои научные работы посвящены ускорителям элементарных частиц Я работал по всему миру, включая лабораторию Энрика Ферн в Чикаго, Дэйзи в Гамбурге и Церн в Женеве Да, это достаточно известная лаборатория Более того, ты вел множество шоу за пределами Великобритании Мне больше всего запомнилось шоу под названием Вселенная И если я не ошибаюсь, ты также вел шоу Солнечная система, поправь меня, если я не прав Нет, нет, все верно То есть это была местная версия того шоу про путешествия? Да, это то, чем мы могли быть Главным шоу была Вселенная, и потом вы такие Кстати, а не заглянуть ли нам к нашему соседу? Да, следующее шоу мы планируем назвать Мультивселенная И ты также являешься создателем проекта приключения Брайана Кокса в пространстве и времени И для меня самое важное здесь, что ты приехал в Штаты Ты пересек океан Чтобы совершить турне по многим городам Это настолько дико и смело, что я не могу скрыть своего восхищения Это запало мне в душу И к тому времени, как мы опубликуем это видео, ты будешь уже на середине своего пути Прибывая в Эдмонтон, Канаду, Калгари, Ванкувер Затем ты перемещаешься в Сиэтл, Портленд, для этого тебе нужно оказаться в США Дальше идет Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе Лос-Анджелес, две ночи в Лос-Анджелесе, Сан-Диего Затем ты врываешься в Техас Звучит как песня Джонни Кэша Я тут ни при чем Я везде побывал И ты заканчиваешь в Техасе В Хьюстоне, Техас Желаю тебе удачи с твоим туром Что нам ждать от него? Прежде всего я должен сказать, что это будет захватывающе, поскольку мы используем самый большой светодиодный экран, который только возможно разместить на площадках Он был разработан осенью, и мы использовали его для масштабного мероприятия в Великобритании Я всегда говорю, что в Великобритании меня уже все знают, так что теперь нужно набирать популярных в США Наши площадки будут вмещать до 15 тысяч зрителей Поэтому с четкой графикой на больших экранах мы будем показывать черные дыры Жизнь во Вселенной, происхождение жизни, будущее во Вселенной, мультивселенную Иными словами, все самые важные вопросы касаемо космоса И графика на самом деле будет потрясающей Надеюсь, каждый сможет ее оценить Конечно, там будет немного и сложноватой информации В середине я буду говорить о квантовой запутанности, информационном парадоксе черных дыр Но все-таки идея... Нет, конечно, это не было бы научным шоу, если бы ты не говорил о подобных вещах Да, я как раз обсуждал это со своим восьмилетним сыном прошлой ночью Конечно, это то, что у каждого на языке Действительно Я сказал ему, что утром мы продолжим разговор о квантовой запутанности А пока спи Спи спокойно Конечно, это не лекция Брайана Кокса Прежде всего, это шоу призвано показать вам необъятные масштабы Вселенной Рассказать про науку, про физику с визуальной стороны Да И также неотъемлемая частью шоу станет музыкальное сопровождение Все начинается с третьей темы Пятой симфонии Сибелиуса Я фактически сделал еще одну версию Космической Одиссеи Я спросил своего друга-режиссера, что нужно было бы использовать Стэнли Кубрику Это была шуткой, но он тут же ответил, что ему следовало взять именно эту симфонию Сибелиуса Которая написана в 1915 году Она повествует о лепедях, которые покидают озеро и улетают на север Финляндии Но если углубиться, то симфония раскрывает нам настоящую красоту природы Подобную идею можно также проследить в известной цитате Эйнштейна Если вы внимательно посмотрите на природу, то вы сможете уловить нечто, что спрятано глубоко в ней, а именно саму ее структуру Это то, как я ее понимаю Я почти переснял Космическую Одиссею как восьмиминутное видео К ужасу моего продюсера, которому пришлось за это заплатить Хорошо, позволь мне рассчитать, насколько ты популярен в Великобритании У меня даже есть система измерения Я не знаю, говорил ли я тебе об этом Сейчас в США меня останавливают 15 человек из 20 Потому что они узнают меня Я думаю, что в Великобритании тебя останавливают 20 человек из 20, или даже 21 Я могу посчитать это Ты там настолько популярен, что меня там вообще никто не узнает Смотри, как все было Мы в Лондоне Снимаем космос Дело происходит на большой Трафальгарской площади Мы снимаем космос И тут нас окружают И я нахожусь там, произношу свой текст И все как закричат О, это Нил Деграсс Тайсон Я начинаю их спрашивать, откуда вы, и они отвечают Мы из Нидерландов, мы из Индии, мы из России и так далее Ни один коренной великобританец не остановился Ни один Поэтому у меня есть только два объяснения Либо они это не сделали из вежливости Либо же ты полностью завладел этой территорией В Великобритании И я полагаю, что так оно и есть Или же Брайан постоянно выступает в Великобритании И вместо того, чтобы в конце продолжать смотреть наверх Он заканчивает тем, что говорит, не смотрите Нила Деграсс Тайсона Я крайне счастлив, что мне удалось уехать оттуда на несколько месяцев Поэтому можешь забирать Великобританию, а я займусь США Чисто до конца моего тура мы возьмем и поменяемся странами Меня бы это устроило Блин, да я даже не найду в Великобритании столько городов, сколько ты собираешься посетить здесь И поскольку у тебя даже прическа похожа на Битлз То это все смахивает на британское вторжение Но в этом нет ничего плохого Да, все классно Чак, как там дела с вопросами, которые оставляют те, кто смотрит нас с Патреона? Да, нам действительно прислали много вопросов Поскольку наши слушатели крайне заинтересованы в общении с Брайаном Ты бы хотела перейти к ним сейчас? Да, почему нет? Первый вопрос от Маркуса Густавсона Который шлет нам привет из Швеции и спрашивает Если бы сила гравитации была немного больше или меньше, чем она есть То что было бы по-другому во Вселенной? Это хороший вопрос, который часто поднимают на дебатах Потому что на самом деле он о том, насколько ты можешь изменить фундаментальные свойства Вселенной Будь то сила гравитации, масса электрона, работа поля Хиггса и тому подобное Измени ты хоть одну из этих вещей и ты получишь абсолютно другую Вселенную Но может получиться и так, что ты изменишь что-то здесь, изменишь что-то там И в итоге эти изменения сбалансируют друг друга и нивелируют эффект Поэтому это достаточно противоречивая тема Но если сказать в общих чертах Будь гравитация слишком сильной при прочих равных условиях То в конечном счете все объекты Вселенной Очень быстро бы коллапсировали в черные дыры Поэтому ранняя Вселенная не смогла бы сформировать Такие обширные структуры, как галактики и Солнечные системы Или продолжительность жизни звезд была бы слишком короткой и так далее Поэтому при увеличении силы гравитации вы можете изменить Вселенную таким образом, что в ней не будет жизни Если же вы наоборот снизите силу гравитации, то в ранней Вселенной звезды вообще не смогут образовываться И тогда у нас снова не будет жизни Задача усложняется, если вы говорите, что если в ранней Вселенной участки, которые были чуть более плотными, стали бы еще плотнее И тогда здесь уже привязывается теория инфляции или большого взрыва И что, если в этом случае вы немного снизите силу гравитации, сможет ли она все компенсировать? И это правда, компенсация действительно произойдет Таким образом, это превращается в невероятно сложную задачу моделирования Вы также можете найти много исследований, посвященных изменению своей Вселенной Но подведя итог, я еще раз скажу, что если гравитация будет слишком сильной, то все коллапсирует Если она будет слишком слабой, то вообще ничего не формируется Это был ответ физика А сейчас я представлю ответ астрофизика В аспирантуре по астрофизике 101 Первый из подсчетов, которые мы совершаем, касается того, что произойдет со светимостью звезд Если изменить гравитационную константу Это реальное вычисление, которое мы делаем То есть ты добавляешь небольшой параметр и смотришь, что происходит с этим параметром по оси светимости звезд И что ты обнаруживаешь, что светимость звезд крайне чувствительна к значению ньютоновской силы гравитации Она чувствительна в седьмой степени И что интересно А что если сила гравитации была бы чуть выше в ранней Вселенной И таких как Брайан Есть целое сообщество физиков В которые задумываются, интересуются и переживают по поводу того Были ли эти константы всегда постоянные Мы не боги, чтобы по щелчку изменять то, что мы хотим изменить Но что если эти параметры не всегда были такими идеальными Что если они меняются со временем Поэтому мы можем посмотреть на степень чувствительности И заключить, насколько в целом были возможны эти изменения в ранней Вселенной Потому что тогда мы бы наблюдали невероятно яркие звезды С малой продолжительностью жизни Но их нет То есть изменение силы гравитации на чуть-чуть приведет к изменению светимости звезд в седьмой степени Когда мы умножаем число само на себя семь раз То есть в школе астрофизики мы на самом деле рассчитали вот это конкретное значение Не мог бы ты объяснить, что ты понимаешь под светимостью? Ведь это не совсем яркость Да, конечно Здесь все просто Этот пример уже становится устаревшим, но тем не менее Представь себе горящую вставатную лампочку Что она из себя представляет? В старые времена Смотри, вот твой план действий Ты звонишь своей бабушке на стационарный телефон Так вот Сама ватность является светимостью лампочки Неважно, на каком расстоянии эта лампочка будет от тебя Это всегда будет вставатная лампочка Чем больше я буду отдалять эту лампочку от тебя, тем она будет все тускнее, тускнее, тускнее Это ее яркость, все просто Понятно, и ты говоришь, что гравитация это как ниточка, привязанная к самому свету И она будет его уменьшать Нет, скорее это будет как регулятор Она будет регулировать свет А, ну то есть она будет не отдалять свет, а уменьшать ватой Понятно, это классно То есть это как диммер Давай создадим романтику во вселенной Сделаем свет чуть тускнее Не желаете немного космосшампанского? Дальше, время переходить к следующему вопросу Мне и этот нравится Тебе тоже нравится романтичная вселенная, Брайан? Я воспользуюсь этой идеей, я уже записываю Итак, следующий вопрос от Сандры Баяне Сандра спрашивает Возможно ли такое, что за пределами космического горизонта физические законы изменятся И тогда все наши теории о мультивселенных перестанут работать и потеряют смысл? Приветствую вас, земляне, я просто обожаю ваше шоу Поэтому, что бы вы в нем не делали, пожалуйста, не прекращайте вести этот подкаст Чак, ты что, это от себя сейчас добавил? Нет, я ничего не добавлял Я в восторге от этого вопроса Потому что в нем есть и горизонт, и мультивселенные И потому что теории, описывающие мультивселенную, работают лишь в нашей вселенной Это не означает, что они будут работать в другой вселенной А сейчас у нас будет небольшой перерыв, после которого мы обязательно вернемся к этому вопросу И обсудим его вместе с Брайаном Коксом, который вещает из Великобритании Совсем скоро мы вернемся Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000